Ребят, помните в начале прошлого видео я говорил, мы помогли написать блог. Когда мы пишем обычное приложение, там блог-сайт, в котором нет каких-то особенных связей, там типа друзей, типа сигналов, то что нам надо писать, то можно просто так делать. Действительно, это не имеет значения и это работает. Но я хочу, чтобы вы запомнили очень простую вещь. Например, когда применяете сигналы, метки, просто это запомните. Иными словами, если у вас приложение, буду связываться между собой, то лучше всего указывать полный путь, путь вот к этому файлу. Если откроем блог, вот есть apps.py, да? Лучше указать полный путь. Почему? Потому что Django начинает просмотр отсюда. Давайте укажем, потом почитаем. Иными словами, что нам надо указать? Сейчас мы разделим. Мы указываем, первое, блок, то есть наше приложение, точка. Ну, для тех, кто не так давно начал, точка в программировании, это как слэш, слэш, да? Как путь к папке. Только вместо слэш ставится точка. Далее, приложение само называется apps.py, то есть файл. Так, я его не вижу. Apps, да? И дальше нам надо указать класс. Вот он, блок конфиг. Здесь, в принципе, посвящен конфигурации приложения. Объекты конфигурации хранят метаданные для приложения. Нас здесь интересует полный путь. Второй случай, когда мы обязательно применяем такую конфигурацию, когда у нас что-то будет связано с админкой. Но, в принципе, будем по ходу разбираться. Пока вам надо запомнить одно. Если у вас, вы собираетесь применять сигналы, вы собираетесь работать больше с админкой, а мы собираемся применять сигналы. Если ваши приложения будут между собой связаны, то есть будет много операций, типа там заявки в друзья и так далее, то лучше писать файл настроек так. Здесь есть в конце примеры. Вот, допустим, вот как начинаются сигналы, да, пресс-ав. То есть везде нам надо будет ставить какие-то метки, поэтому нам надо четкий путь к приложению. Ну и дальше, вот это мы рассматривали уже ранее в уроках. И дальше показывается, вот, все начинается с Installed Apps, да. То есть я дам эту ссылочку, почитайте. По сути дела, что надо запомнить? Нам не надо, чтобы Жанга путалась, что-то искала. Нам надо четко, чтобы оно обратилось к приложению, блок сразу вышло на файл конфигурации. И больше ничего не искала. Это очень важно. Хотя оно, я думаю, будет работать так. Жанга очень хитро написана. Но, в принципе, делайте так. Вот в этих случаях. Поэтому это мы исправили. Но сейчас бы я хотел еще, прежде чем пойти дальше, дальше мы начнем устанавливать уже все библиотеки, которые мы установили. Нам надо их внести в файл настроек. Но это позже. Сейчас бы я хотел вас попросить, потому что я в других видео говорил, но на две статьи, да. Тут есть статьи. Я писал, в принципе, это письма участникам школы, которых давно не было, но потом они вернулись. Значит, одна статья о важности понимать документацию, что делать, да. То есть, по крайней мере, у вас будет какое-то базовое понятие. Второй момент, вторая статья. Вот мы будем писать сайт, сайт, сеть, это не важно. Я дал определенное количество ссылок, какие знания надо по минимуму учитывать, чтобы работать. То есть, и здесь система работы с кодом, и как быстрее Python выучить, и что мы делаем. То есть, у вас должна быть какая-то точка сборки в голове. Мы двигаемся по урокам, но у вас будут являться минусы. Поэтому эти две статьи вам помогут как-то немножко сосредоточиться. Хотя уроки и так исчерпывающие. Но еще раз говорю, ребят, я на то опираюсь, что первые уроки, которые нужны, вы прошли, понимаете. То есть, у нас с вами после этих уроков должно быть, мы должны выйти на средний уровень, что мы и сделали. У вас должно быть четкое понимание, как работает джанга в этих уроках есть. То есть, начальное понимание, связь между шаблоном, URL, моделью, между представлением и API-моделей. Все это мы рассматривали. Это надо знать. Потому что сейчас я уже говорю больше о сайте, мы будем рассматривать сам код. Все пока. Это видео короткое. И дальше будем уже двигаться, когда с кодом, более короткими шагами, чтобы вы смогли переосмыслить, потренировать. Ребят, если я рекомендую, надо сделать 2-3 приложения, значит, это надо сделать. Постарайтесь. Вот я работаю с документацией. Еще один момент по API учтем. Мы будем часто сейчас еще. Я работаю, мы с вами, я работаю с документацией, вы за мной повторяете постоянно. И еще один момент я хотел бы, чтобы мы сейчас уточнили. Мы разговаривали по ПК и ID в прошлом видео. Но я вот походил, подумал, да, мы все это пойдем на практики. Но сейчас было бы важно сказать. В документации есть вьюха и примеры функций. И на самом деле, ребят, смотрите, вот эту функцию. Мы такие функции будем писать много еще. Но просто смотрите. Помните, я говорил, что есть ID и есть ПК. То есть ID есть в базе данных. Но Django формирует первичный ключ. Primary key. Сокращенно для Django он называется ПК. Первичный ключ. Так в Django принято и так в исходном коде. То есть, смотрите, первичный ключ приравнивается к какой-то любой переменной. Какой бы мы не хотели. Просто Django будет работать либо с ID, либо с ПК. Но в любом случае вам придется ПК приравнять к ID. В данном случае мы видим, да, то есть запрос объекта ПК равно поле, присвоить значение поле ID. Где поле ID обязательно позиционный параметр, куда следует передача обязательно позиционного аргумента. Именно ПК. А ПК Django приравняет к ID. По сути дела, если проще всего, мы с вами смотрели таблицу, да, и мы будем к ней не раз обращаться еще. Какую бы мы ни делали запись, ID всегда формируется сама по себе. Она первая всегда. То есть, это номер, номер по порядку. И Django, первичный ключ, зачем? Чтобы связать номер записи с записью в базе данных. База данных создает свои ID. Так вот, Django.org делает настройку, которая называется первичный ключ. И первичный ключ тогда присваивается, а сама Django умеет модель работать с базой данных на низкого уровня API. Но она как создает? Она создает автоматически, если мы ничего не указываем, перемычку как бы. То есть, создает ПК, который равен ID этой записи. ID 1 и будет с ПК 1. Вот этот момент я хотел, чтобы вы сейчас уяснили, потому что мы это все будем тренировать, все будем делать. Но вопрос в другом, что по ПК немножко пока так было, а прозрачность придет попозже. Ну и основное, я вас попрошу прочитать эти статьи, просто объяснять их нет смысла. Сейчас я уже рассказывал в других видео про них, надо хотя бы почитать. Все. Далее, как я говорил, мы уже начнем, что сделаем правильно. Нам надо подключить все, что мы установили, все, что мы установили, все эти библиотеки, нам надо их подключить в файл настроек. Так будет правильнее, чтобы мы дальше могли свободно работать. Все пока. На этом видео будет дальше немножко покороче, потому что надо переосмысливать. Все получится.